Всем привет, меня зовут Динат, я сегодня на Страна FM, отвечаю на вопросы и пою для вас. Мне 21 год, я музыкант, блогер, бизнесмен и просто хороший парень. Сейчас в действительности я делаю большой укол на музыку и в 2021 году хочу прям максимально все усилия бросить в музыкальную индустрию и развить себя все-таки как артиста больше, нежели там блогера. И надеюсь, надеюсь, у меня удастся и все цели, которые я запланировал на 2021 год, они реализуются. Пишу потихонечку и возможно через два-три месяца выпущу альбом. Но пока что сольные треки парочку мы приготовили, в ближайшее время тоже будут релизы. Что могу сказать про современную музыку и то, что сейчас находится на позициях топ-чарта? Это, конечно, иногда хочется закрыть глаза, ты просто смотришь и думаешь, блин. Рынок очень сильно перевернулся и я помню там музыку, которую я слушал в своем детстве, хотя мне и так 21. И та музыка, которая сейчас в топ-чарте, и смотрю, там просто выступают 80 процентов тиктокеров. И типа треки по большой сути как бы ни о чем, ну какие-то простые такие эти. И ну сейчас рынок такой, сейчас рынок вот в топе то, что вот в тиктоке вирусится там и так далее. И я тоже часто думаю о той музыке, которую я хочу выпускать, либо делать что-то там стильное, там что-то то, что я последний трек выпустил в Family, что-то в таком формате. Но, как показывают цифры, сейчас в рынке в топ-чартах реально разрывают то, что там вирусится очень сильно в тиктоке и какие-то такие простые фастфудные треки, так называют, к сожалению, сейчас лидируют многие позиции топ-чарта. Ну музыка, которую я слушал лично в детстве, да, эта музыка больше имела какой-то смысл, там мотивацию, поднимала настроение, еще что-то. А сейчас на некоторые треки реально как-то смешно смотреть, ну не знаю. Хотелось бы видеть, наверное, в треках некую душу, некий смысл, а во многих сейчас то, что в топ-чарте просто не чувствуется. Честно, я не скрывал то, что я слушал там те же самые треки Элуана, там, Тимана, какие-то треки бокстара, зарубежную музыку, но вот на этих треках я в свое детство вырос, пророс. Ну сейчас, к сожалению, как вы видите, его музыку никто не слушает, и рынок очень сильно поменялся, и его музыки нет в топ-чартах. Если брать первые треки, да, то там мне прям полностью помогали с написанием и так далее. Сейчас ту музыку, которая выходит, да, вот Family, там, девочка Chanel, я принимал участие в этом. У меня, естественно, есть сейчас команда, которая мне помогает. Мы там сидим на студии, мы вместе там что-то пытаемся придумывать. Они меня вводят в музыкальную индустрию, как бы передают весь опыт, навыки, знания. Сам пытаюсь, естественно, писать треки, вот, но пока многие треки, которые я написал, типа демки, там и так далее, сейчас, конечно, не осмеливаюсь пока выпустить, но в ближайшем будущем, наверное, в альбоме они сто процентов будут. Но опять-таки же есть треки какие-то, которые хочется, в которых кладываешь душу, там, пишешь и хочется реально передать, но ты понимаешь, что это не будет востребовано массами. Ты понимаешь, что эти треки, там, не залетят в топ-чарт и так далее. Хочется все равно, чтобы твою музыку слушали. Ты писал, там, не для пяти тысяч слушателей, да, а для полмиллиона слушателей, для миллиона человек. Поэтому все равно нужно адаптироваться под рынок и под нынешние условия рынка. Я сейчас, если честно, вообще практически русскую музыку перестал слушать. Я слушаю больше какую-то зарубежную музыку до многих топовых артистов, типа Тайга, Трэвис Котт, там, Дрейк. И есть некоторые артисты, которых я даже там имена не знаю, но их музыка мне нравится. Я вот включаю, в машине еду, кайфую, ну, типа, от грубы, от звучания. И от современных артистов, ну, да нет, на самом деле много прикольных треков есть в топ-чартах, которые, в принципе, можно с кайфом послушать, но не знаю, кого я могу назвать. Если говорить честно, я бы хотел в своих треках в дальнейшем больше именно заряжать молодежь мотивацией. Вот как, например, в моем детстве, там, слушая, там, того же самого треки «Олана», да, и так далее. Я слушал эти треки, они меня очень сильно заряжали, они меня очень сильно мотивировали. И я получал от этого некую такую энергию. И в дальнейшем я хочу делать что-то вот в таком стиле, примерно, музыку. Вот. Но сейчас, чтобы заявиться на рынок и так далее, нужно выпустить пару хитовых треков, которые вот как раз-таки залетят в топ-чарты, да, и после того, как я наберу достаточное количество, там, своих слушателей, да, и сделаю свое музыкальное имя, потом я, наверное, чуть-чуть поменяю направление музыки. Было очень много треков, которые мы не выпустили. Наверное, треков десять потенциально, которых мы хотели выпустить, это вот когда я только-только зашел в музыку. Мы писали очень много, ну, типа, треков, хотели выпустить, и там вот как раз-таки были матные треки, которые мы считали круто, прикольно. Но потом, когда показываешь этот трек, там, одному, второму, третьему, получаешь обратную связь, понимаешь, что это, наверное, все-таки не совсем прикольно. И очень много треков мы не выпустили в основном из-за того, что там был какой-то такой негативный оттенок или, там, мат-перемат. И сейчас, вроде, во всех моих треках, там, нету даже матерного сова ни одного. И это, на самом деле, мне кажется, прикольнее, когда тебе трек не стрёмно даже включить, там, своей маме, допустим, да, или, там, выступить где-то, где есть дети, там, и так далее. И я, наверное, все-таки не сторонник каких-то, там, жестких матерных сов в треках. Ну, там, помимо, там, как вставляют сука, не сука, ну, то есть, литературные сова, которые приемлемы. Ну, для кого-то, опять-таки же, кто не может брать какой-то такой обычной музыкой, правильной, да, вставляют какие-то матерные сова, на этом хайпятся, и реально малолетки как бы это слушают, и прикольно. Не знаю, как инструмент, возможно, мат иногда помогает, но я пока не использую его. В жизни сейчас стало меньше намного. Раньше, вот, даже когда я ввел свой инстаграм и так далее, я тоже постоянно там матерился, постоянно ругался, но потом, становясь взрослее, старше и так далее, я понимаю, что, на самом деле, в этом ничего такого прикольного нет, и все-таки нужно учиться общаться без мата. Но иногда, иногда это уместно, иногда это заходит. Вот, ну, сейчас реально стало значительно меньше материться. Моя основная аудитория, она далеко там не малолетки и так далее, потому что, если посмотреть мою статистику в инстаграме, у меня аудитория от, там, типа, самая... Я даже сейчас могу открыть, посмотреть. Я недавно смотрел. А, основная аудитория в виде 41 процента от 25 до 34 лет. Это основная аудитория. Потом от 18 до 24, и только там 10 процентов от 13 до 17, типа, и... Ну, короче, основная вот эта 18-34. Ну, реально... Вот я недавно зашел в ТикТок, когда я начал снимать там свои видео в ТикТоке, я... Это стало сразу заметно, когда начали подвигать большое количество малолеток на улице. И такие, о, ты с Егором Шипом был, о. И прям, ну, раньше ко мне подходили, ну, все, у нас там аудитория, в основном, там, какие-то кавказцы, там, вот такие. А сейчас чуть-чуть аудитория меняется, там, и за счет того, то, что начал больше масштабироваться... Раньше у меня вообще в основном мужская аудитория была. У меня там в инстаграме больше 70 процентов подписчиков были, пацаны. И больше за мной там следили пацаны. Я даже всегда обращался, там, в сторисы, как, типа, больше к пацанам. Вот. А потом, за счет того, то, что много конкурсов там и так далее начали проводить, больше, конечно... В принципе, я больше осознал, что в инстаграме женская аудитория, ее больше, в принципе, да, и на нее работать тоже достаточно выгодно и приятно, да. Вот. И сейчас варьируется, наверное, 50 на 50 примерно. Больше внимания я, естественно, делаю на инстаграм. Вот недавно пробовали снимать шоу на ютуб. Я регулярно там пытался заходить в ютуб, но ютуб для меня какая-то сложная площадка. Раньше я как раз, когда начинал, я снимал очень много влогов на ютуб. Там прям было до хрена всяких видосов. Вот недавно как раз я психанул, удалил все, потому что... И опять-таки же из-за того, что я посмотрел, и там мне было 18 лет, когда я вел что-ли эти влоги. И столько мата, столько это. Я думаю, блин, ладно. Снес вообще психанул. Вот. А так больше внимания уделяю, естественно, инстаграму. У меня сейчас почти три с половиной миллиона подписчиков. Вот. И раскачиваю больше инстаграма. Я все-таки инстаграм-блогер. На ютуб вот недавно снимали новогоднее шоу «Исполняю мечты» называлось. Я был там в роли Деда Мороза, читал сообщения, письма новогодние от подписчиков. Реализовывали их так жизнь, показывали, погружали людей в новогоднюю атмосферу. Но, честно сказать, шоу не зашло. Ну, типа, мы сняли выпуск, там, пригласил специального гостя. Я просто потратил на это достаточно много... То есть инстаграм, что это такое, да? Проснулся, был уже в сторис, всем привет. Я кушаю, я хожу туда, я... Ну, и все. А ютуб я потратил целую неделю. Я реально снимал неделю. Очень много времени потратил, очень много сил потратил, очень много вложений сделал, все оборудование там и так далее. И когда я зашел, посмотрел, там, ну, короче, небольшое количество просмотров. Такое, для чего это? Я выкладываю в сторис, у меня за час могут посмотреть, там, больше ста тысяч просмотров. А здесь потратил неделю и, там, пять тысяч или десять тысяч просмотров было за первый день. Я думаю, что-то я делаю не то. Вот. И, наверное, больше сейчас усилий все-таки уделяю на инстаграм, тикток. Потому что легко, просто, быстро и результативно достаточно. Ну, в тиктоке в основном как бы дети сидят, да, в большинстве все-таки. Я, если честно, сначала, когда только появился тикток, вообще в отказ сначала шел, там, и так далее, не буду снимать. Потом увидел, что тикток реально качает. И все-таки начал снимать через силу меня вот заставляли, заставляли насильно снимать видосы. Я снимал и набрал, там, первые полмиллиона подписчиков, вроде, достаточно быстро. Потом я что-то улетел в перелетах и что-то на него чуть забил. Вот. И сейчас буду опять потихонечку восстанавливать. Ну, реально тикток сейчас показывает просто какие-то невероятные результаты, невероятные цифры. И очень много людей, которые просто с нуля могут достигнуть, там, отметки миллион подписчиков, два миллиона подписчиков, три миллиона подписчиков, достаточно быстро. Сейчас, там, инстаграм такой возможности тебе не даст. Ну, типа, стать в инстаграме, там, популярным блогером, это очень сложно, реально очень сложно. А в ютубе тоже безумно сложно. Ну, а в тиктоке ты можешь буквально за пару месяцев стать достаточно популярным человеком, если будешь снимать просто тупые тренды какие-то, просто повторять какие-то видосы. И если это будет оригинально, прикольно, тикток сам выдвинет твои видосы в топ, и наберется много просмотров. Я вообще всегда был сторонник делать что-то свое, что-то оригинальное, что-то крутое. Но когда опять-таки же смотришь, что ты там, не знаю, сутки заморачиваешься над каким-то видосом, стараешься, выкладываешь, и он набирает мало просмотров, а кто-то просто снял какой-то тупой тренд, и у него там миллионы просмотров, думаешь, блин, походу я делаю что-то не так. И все-таки иногда, как бы, понимаешь, что если есть инструменты, которые вот работают, просто повтори, и будет результат, то зачем придумывать что-то новое, когда можно просто повторить, можно сказать. Но опять-таки же, все это в смеси, в клаборации. Реально сейчас очень много трендов в тиктоке, которые просто ты участвуешь в этих трендах, снимаешь популярные там какие-то звуки, участвуешь в челленджах, и в действительности, если ты снял что-то интересное, большое количество просмотров у тебя гарантированно. Наибольшее удовольствие мне приносит музыка все-таки, потому что, да я и музыкой начал заниматься как-то больше сначала для души, но не то, что для души. Я с детства просто так же слушал музыку, кайфовал, представлял себя на сцену. Мне кажется, все в детстве мечтали о чем-то подобном. И потом я больше ушел в бизнес, в зарабатывание денег и так далее. А когда уже самореализовался в финансах, я начал задумываться над тем, чем бы я занимался, что мне было бы в кайф. И вот когда я начал заниматься музыкой, я первый раз, помню, приехал на студию и, наверное, просидел там с 10 вечера до 7 утра, что ли. И я прям не хотел выходить. То есть мне это нравилось. Я от этого получал кайф. Понял, что это, наверное, то направление, которым я хочу заниматься. Просто заниматься даже не ради денег, не ради каких-то там... Хотя есть определенные большие цели, конечно. Но больше для души, наверное, не знаю. Из того, что я проходил в общеобразовательных программах, наверное, не знаю, что мне пригодилось в жизни, честно. Я больше сторонник все-таки самообразования. И учиться нужно, развиваться нужно, прокачивать свои мозги и знания 100% нужно, потому что весь ваш успех, все ваше состояние и так далее это результат работы вашего ума. Ну, 100%. Но учиться в обычных институтах, колледжах, ну, школы окей, какое-то общее образование в любом случае нужно начальное поучить. Но когда вы уже стали более осознанными, я достаточно рано начал развиваться самостоятельно. Я с детства увлекался бизнесом, с детства читал какие-то книжки постоянно про успех, про богатство и так далее. Больше все-таки делал уклон на самообразование. Учиться нужно у тех... Вы должны определиться, чего вы хотите в жизни. Если ты хочешь стать блогером, нужно учиться у блогеров. Если ты хочешь стать, естественно, каким-то доктором, врачом, да, то, наверное, стоит идти по специальности в колледже, в университеты, да, и так далее. Если ты хочешь стать успешным человеком, нужно учиться у успешных людей. Если ты хочешь стать миллионером, нужно учиться у миллионеров. И так во всем. Нужно... Короче, я больше сторонник самообразования. Я считаю, что все обычные системы образования, типа массовые, они нацелены на то, чтобы как раз-таки делать из людей рабов, которые можно будет управлять, которые... Короче, если вы хотите стать реально успешным, богатым и так далее, то, наверное, нужно учиться у тех, кто, по вашему мнению, успешный, богатый и добился тех результатов, которых вы хотите. А если вы хотите быть как все, то учитесь там же, где и все. Наверное, ответ достаточно простой и будет знаком 99% зрителей, которые сейчас смотрят. Это... Я все-таки далеко не из богатой семьи и из семьи там ниже среднего класса. И с самого детства мне всегда не хватало там на какие-то мои желания или потребности денег, да. То есть я вырос в обычной деревне. У меня там с финансами всегда там особо родители не баловали и так далее. Вот. И, естественно, хотелось... Хотелось в первую очередь выбраться на какой-то нормальный уровень жизни, да. Там... Я ни разу там в детстве не был на море. Хотелось летать на море, да. Или там хотелось новый айфон. Или хотелось какие-то... То, что было, например, у твоих друзей и одноклассников там и так далее, а у тебя не было. Я в детстве всегда мечтал, например, о мотоцикле и еще о чем-то. Вот. Но, к сожалению, как бы с детства я был этим отделен. И, наверное, вот этот какой-то внутренний голод заставлял все-таки в первую очередь делать уклон на зарабатывание денег, например, да. И стремление какое-то... Опять-таки же, то же самое там в соцсети. Когда ты смотришь в Инстаграме и видишь, как другие люди живут, и смотришь на свою жизнь, думаешь, блин, где-то меня обманывают. Что-то я делаю не так. И, соответственно, когда я в детстве наблюдал за этими соцсетями, как живут успешные люди, мне хотелось так же. И в первую очередь я все-таки сделал уклон, да, больше на развитие себя в планах финансов, чтобы выбраться на тот уровень, который я хочу. А потом уже, когда стал более осознанным, когда вышел на нормальный уровень там заработка и стал более-менее успешным человеком, уже начал задумываться над тем, что больше для души. Да нет, такой суммы нет. Опять-таки же, вот многие люди думают, это обманчивое мнение, что я в детстве, ну, опять-таки же, да, думал, что, не знаю, 100 тысяч в месяц это такие деньги, которые я буду самым счастливым человеком, да, мне больше ничего не надо, все. Если было бы так, все. Потом, когда стал постарше, я думал, миллион в месяц, это что, это все, можно же кайфовать вообще, ну, типа. А когда ты, меняется твое мышление, начинаешь зарабатывать большие деньги, ты просто уже, и это как определенный же наркотик, деньги это тоже как наркотик, да, когда ты привыкаешь, когда ты зарабатываешь, тебе хочется больше. Деньги это уже некое влияние, некая сила, некая власть. И все время как-то хочется, я не видел людей, которые, ну, не знаю, как даже ответить на этот вопрос. Но если честно, я сейчас там не стремлюсь за деньгами, там, вот когда я как раз-таки в детстве начал зарабатывать первые деньги, я хотел больше, 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 больше. А сейчас мне как-то деньги особо даже, естественно, не вставляют. Но, естественно, чем больше их, тем лучше, да, понятное дело. Вот. Но гонюсь больше за чем-то другим, наверное, нежели деньгами, нежели финансами. Самый первый заработок, я часто рассказывал в своих мотивационных роликах, что я еще в школе начал зарабатывать. Я помню, заказал mp3-плееры, точнее, месяц раз заказал mp3-плееры с Алиэкспресса, он стоил там 100 рублей. И у меня в школе его захотели купить за 300. И я такой думаю, типа купил за 100, хотят купить за 300, прикольный бизнес. Вот. И просил сразу заказать 10 штук таких, она заказала 10 штук, и я вот в школе ходил, там, одноклассников продавал. Потом я понял, что в действительности это работает, если купил за 100, продал за 300, там, за 400. Начал заказывать там товары с Китая, с Алиэкспресс, продавать их там через Авито. Потом я было время и в парке, игрушки продавал, и аттракционы какие-то ставил. И с самого детства старался там многим чем заниматься. У меня отец тоже занимался небольшим малым бизнесом, там, разводил там животных, попугаев. И в этом тоже помогал, там, зоомагазины даже продавал, помню, и хомяков там, и многим чем занимался. Вот. А потом больше начал развиваться, в инфобизнесе, полетел на конференцию в Москву, познакомился с очень многими интересными ребятами, и постепенно-постепенно начал заводить различные проекты и как бы развиваться. Вот сейчас я на самом деле больше, опять-таки же, там, какое-то время я просто там кайфовал, отдыхал и гулял, сейчас я больше начал посвящать время опять-таки своему образованию, на некоторые тренинги даже, думаю, слетать. С многими там спикерами начал общаться, которые ведут там тренинги. И сейчас мы даже хотим создать свое некое такое сообщество, небольшой фэмили клуб, я его так назвал. И в этом клубе тоже будем проводить всякие интересные там марафоны по постановке целей, по достижению желаний. И много всего интересного будет. Ну, чтобы это не звучало как реклама, не буду много рассказывать. Ну, короче, скоро большие перемены в моей жизни тоже будут происходить. Ну, политика, не сказать, что далека. Я общаюсь даже с мной. И сильно не увлекаюсь, честно, если говорить, да. Ну, типа, посвятить… Ну, нет, больше вот сейчас я сделал уклон больше как раз-таки на музыку, на бизнес. Политикой особо не увлекаюсь. Но опять-таки же, никогда не говори никогда. Родители меня, в принципе, всегда больше поддерживали, конечно. И у меня, наверное, какой-то первоначальный багаж знаний, естественно, вложили родители. И больше всего занимался моим воспитанием отец. Он тоже всегда меня наставил на том, что мне нужно самореализовываться самостоятельно, развиваться самостоятельно. И как бы все время всячески меня мотивировал. Когда я приходил во всякими идеями, там, я хочу… И он сам мне даже в детстве, в 13 лет, говорит, вот, иди, продавай, там, вот это, там, хомяков… Ну, там, что-то, короче, говорил… Ну, он занимался бизнесом, да, и он говорит, вот тебе-то, например, хомяки, иди отвези в зоомагазин, скажи, вот, я развожу, там, предложи, они, возможно, у тебя купят. И небольшие такие предпринимательские, как бы, предпринимательский опыт передавал. И потом, когда я стал чуть повзрослее, когда я начал, там, приходить, говорить, вот, я хочу игрушки продавать или вот, я хочу, там, это… Он меня всячески как бы поддерживал, и говорил, давай, там, делай. Потом вот, когда я как раз-таки переломный момент в моей жизни был, когда я полетел в Москву на конференцию, я говорю, я помню тот момент, когда я сидел в домике, в деревне, там, смотрел конференцию, на бум чисто написал самому главному, там, хозяину этой конференции, и говорю, вот, здравствуйте, там, мне 14 лет, хочу попасть на вашу конференцию, можно ли спросить, в таком возрасте вообще можно, пускают. И когда он мне лично ответил, говорит, да, там, тебе скидка, он мне большую скидку подарил, говорит, таких, как ты, надо двигать, ну, там, грамотно, красиво мне продал, вот, и у меня глаза загорелись, я такой поворачивался, я говорю, пап, я лечу в Москву. Ну, то есть, просто какое-то… Я написал, даже не с целью, ну, то есть, я смотрел, листал сайт, и вижу, что там собираются бизнесмены, там, миллионеры со всего мира, думаю, блин, круто, те цены, которые там были, у меня этих денег не было просто, но было такое, как бы, желание, и думаю, да, давай просто напишу, там, самому главному, вот, и написал, и он ответил, как-то так получилось, что и сразу, я повернулся и сказал, я хочу, я сказал, сынок, какая Москва, ты что? Я говорю, нет, вы не понимаете, мне ответили, мне надо лететь. Нашлись возможности, я тогда, помню, продал там свой телефон, который взял, там, чуть ли не в кредит, не чуть ли не в кредит, я его взял, там, на два года, я тогда зарабатывал какие-то первые деньги, как раз-таки, когда, естественно, в школах все покупали новый айфон, и хочется тоже там соответствовать, я говорю, пап, возьми мне кредит новый айфон, я сам буду выплачивать, на два года, помню, он мне взял кредит, я купил себе новый айфон, и через месяц, вот, когда увидел эту конференцию, я его сразу же продал, и полетел на эти деньги туда, вот, на кредитный день, который я еще не выплатил. Эта поездка очень сильно повлияла на мою жизнь, реально, просто побывать в самом центральном городе нашей страны, в Москве зарядиться этой энергией. Я вот часто говорю, что очень сильно влияет окружение на ваш, там, успех, на ваше состояние, потому что, когда вы живете в деревне, и все вокруг живут так, вы, ну, понимаете, что это нормально, ну, как бы, а когда вы, вот, выходите за рамки своего комфорта, когда вы попадаете, там, например, там, когда я первый раз в Дубай полетел, когда вы увидите всю эту красивую жизнь, там, в Амборгини, Феррари, там, что-то, Роллс-Ройсы, и вы понимаете, что, ну, это такие же люди, они живут, и, типа, это возможно, и где-то что-то не так пошел, потому что, как бы, люди живут так, а ты живешь так, и ты понимаешь, что у тебя просто мозги начинают переключаться, и ты понимаешь, что это возможно, ты понимаешь, что ты хочешь так же, ты понимаешь, что это прикольно, и начинаешь уже думать вот в этом направлении. И вот это окружение, которое тебя, возможно, даже какой-то дискомфорт вводит, да, тебе, ты начинаешь, короче, от этого мотивироваться. Я вот с самого детства очень сильно мотивировался, когда первый раз полетел в Москву, увидел всю эту красивую жизнь миллионеров и так далее. Я дико замотивировался. И это была такой достаточно судьбоносной поездкой. Я был как бы на контроле, каждый день я звонил родителям, всегда с ними общался, но в целом поддерживали. Иногда, естественно, мама переживала, когда я первый раз поехал в Москву и так далее. Но потом, когда они увидели мои первые результаты, первые успехи, естественно, уже дальше начали поддерживать. Отец у меня, естественно, больше хотел, чтобы я был рядом, больше хотел, естественно, чтобы я ему помогал и так далее. Но я говорю, пап, я хочу развиваться. Я не могу жить в этом городе, мне нужна Москва. А он терпеть не может Москву. Я даже недавно пытался перевезти родителей в Москву, купить дом и так далее. Они не любят всю эту суету. Им пришло спокойно, никто не трогал. Папа занимается хозяйством и так далее. Я с детства ему всегда помогал по хозяйству. Я очень достаточно... С детства отец меня приучал как раз таки к труду. Воспитывал достаточно жестко. И, наверное, вот такое воспитание как раз таки мне очень помогло. И потом, когда я уехал, естественно, там сына рядом не хватало. Я всячески пытался это компенсировать другой поддержкой. Если быть реалистом, то, наверное, я особо не верю в такую дружбу. И особенно в Москве... Вот, я говорю, у меня был один друг, с которым я вырос. Мы учились с ним со второго класса. И человек, которому я полностью доверяю, который близок по духу. Как раз-таки, когда я переехал в Москву, когда я там хорошо обосновался, я его просто сам перевез в Москву. Он там сейчас работает у меня. Всячески ему помогаю. И вот это единственный близкий друг, наверное, который с детства, которому можно там довериться. Другие друзья, опять-таки же, есть очень много хороших ребят, с которыми я хорошо дружу. С Гусейном очень хорошо дружу. Он для меня как старший брат некий стал. Влияет все равно, наверное, статус человека, который там... Чем больше ты поднимаешься, естественно, тебе хочется иметь вокруг себя сильное окружение. Если ты там добился каких-то успехов в жизни, тебе, естественно, хочется видеть рядом с собой людей, которые также там заряжены на успех, заряжены там у вас какие-то общие интересы, общие идеи, общие увлечения. И когда ты видишь человека близкого по духу, с нормальными понятиями, просто тебе человек симпатизирует, его жизнь и так далее, то образуется, наверное, какая-то некая дружба. В общем, у меня достаточно много друзей, с которыми я провожу время, но, опять-таки же, это люди больше близкие по духу, которые там также либо блогеры, либо музыканты, либо бизнесмены, с которыми просто интересно. Интересно проводить время, интересно общаться, интересно встречаться и так далее. Я не могу сказать, что это друг, которым я уверен на тысячу процентов, который там будет всегда со мной. Нужно быть реалистом. Соответственно, если понятно, что кто-то дружит со мной из-за того, что я стал популярным блогером или популярным музыкантом, я с кем-то дружил, потому что он там тоже какой-то популярный человек или бизнесмен. Ну, в этом нет ничего плохого. Ну, типа, это то же самое, что говорят, вот девушка с тобой из-за денег или ты встречаешься с девушкой из-за того, что она красивая. Ну, как бы, и что? Ну, типа, красивая девушка, да, я с ней встречаюсь из-за того, что она красивая. Если была бы страшной, наверное, я не встречался. Или там, девушка со мной, потому что там вот, из-за того, что у меня есть финансы. Но это же, это же как бы плюс. Ну, типа, опять-таки же, деньги — это результат работы нашего ума, да? Если я там стал успешным, популярным и так далее, это же некая сила, как от мужчины чувствуется. И, соответственно, притягивается. У меня были единственные вот длительные отношения, да, с моей прошлой девушкой, бывшей. Мы с ней встречались почти три года. И даже пары года были на обложке журнала. Я с ней познакомился, когда мне было 18 лет. Достаточно молодой был, горячий. Тогда я активно гулял, гулял, гулял. И вот именно эта девушка меня как-то зацепила. Я встретил ее, потом ни о ком не мог думать. И сразу мы как-то начали жить вместе, путешествовать вместе, летать. Но потом, когда я стал чуть взрослее, наверное, опять-таки же, какое-то мышление поменялось или сам человек начал меняться. Интересы поменялись. Начал больше времени уделять работе или музыке начал уделять много внимания. Девушке, например, это не нравилось. Получилось так, что вот с бывшей девушкой своей расстался. И если говорить там на вопрос влюбчивый, а не влюбчивый, я достаточно люблю женский пол. Активно. Вот. И ко всем девушкам, ну, что значит понятие влюбчивой? Типа, быстро ли я влюбляюсь? Наверное, есть. Сейчас я не буду скрывать, в последнем месяце я уже практически встречаюсь с новой девушкой, вот, в которую я достаточно сильно влюбился. И если говорить, опять-таки, про идеальные отношения, мне кажется, вот сейчас максимально идеальные отношения, которые я всегда, достаточно сейчас такой секретный, всегда хотел из своей бывшей девушки сделать вот что-то похожее, что сейчас я нашел. И я пытался ее изменить, пытался ее поменять, но человека изменить очень сложно. Поменять. И вот сейчас те отношения, которые у меня есть, мне кажется, это реально те отношения, о которых я думал, которые я притянул, и которые меня, по крайней мере, во всем сейчас устраивают. Надеюсь, все так же дальше будет продолжаться. Больше все-таки хранительница очага, наверное, так как я считаю, что больше там, опять-таки же, скорее всего, даже если вот брать первые отношения, да, свои, я больше настаивал на том, чтобы она там ничем не занималась, чтобы она сидела дома. Или, ну, потом я уже начал говорить, ну, чтобы занималась какими-то вещами, которые ей там больше для души, в кайф и так далее. Вот. Сейчас девушка, с которой я познакомился, она достаточно амбициозная, у нее там есть цели, она очень умная девушка, и контент сейчас такой достаточно секретный. Ладно, потом все узнаете. Вот. Короче, сейчас я понимаю, что, наверное, круто, когда вот оба человека развиваются, оба человека там, есть общие интересы, есть общие стремления, друг друга помогают, как бы, подниматься вверх. Сейчас вот идеальные отношения, которые я вижу, скорее всего, да, это все-таки две сильные личности, которые оба развиваются и больше независимые, так скажем. Если говорить про девушек, ну, типа, если девушке некомфортно, там, ей не нравится, там, ее нос, уши, там, либо еще что-то, мне кажется, ничего плохого нету, если она, там, сделает какую-то операцию, и она вот почувствует себя счастливой, что она, наконец-то, то, что ей доставляло дискомфорт, убрала или, там, увеличила грудь. Если, опять-таки же, это смотрится красиво, эстетично, то, в принципе, ничего, наверное, плохого в этом нету. Что касается себя, я ничего себе менять не хотел, как бы, все окей. Даже татуировку, вот, все думаю. С детства, как бы, отец тоже был против татуировок, там, и так далее. Сначала вообще не задумывался о татуировках, а сейчас вот думаю, что-то себе набить. Не одной татуировки. Я вообще такая белая ворона. Я хочу набить рукав. Подумаю, маленькая вот сюда. Но, на самом деле, когда ты, типа, становишься более осознанно и понимаешь, что, ну, как бы, это твое тело, и в этом нет, наверное, ничего, если это прикольно смотрится, если это смотрится красиво, то почему бы и нет, наверное, все-таки буду забивать. Это реально смотрится, мне кажется, красиво. И если представить, например, сейчас очень многих там популярных артистов без татуировок, то, наверное, мне кажется, ну, какое-то значение они все-таки имеют. Ну, типа, вот, каких можешь вспомнить популярных артистов, которые статуированы? Вот представь этого же человека без татуировок. Уже что-то не то вообще будет. И, конечно, не хочу там забивать лицо там и так далее, но есть татуировки, которые очень красиво, прикольно смотрятся и, возможно, думаю, забиться. Но просто сейчас как бы главное, чтобы потом я не жалел это хочу определиться, чтобы я был уверен, что я вот хочу вот с этим прожить, да, всю жизнь. И когда я определюсь, я, наверное, бью. Я вообще против был всегда всего этого. Но что сейчас показывают тренды тиктока и люди, опять же, которые топят, ну, не знаю, но навряд ли я, наверное, дойду до такого. И потом через два года эта вставка моего видео навряд ли отойдет до такого. Двенадцать красными волосами. Не знаю. Никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда. Все может быть. Три вещи, которые очень сильно не люблю. Не, я реально нормально ко всему отношусь. Вот, ну, типа, того, что меня жутко бесит там и так далее, особо нет. Я, да, я даже ко всем проблемам отношусь, типа, достаточно спокойно с какой-то такой задачей, даже интереснее, как бы, когда... Если бы не было проблем, не было бы так интересно, наверное. Вот, поэтому я достаточно позитивно на все реагирую. И, типа, нет такого, что меня прям дико раздражает. Наверное, нет. Смотря с кем. На людей, которых я не знаю, там, и так далее, я вообще, как бы, не эмоциональный. То есть я вообще максимально спокойный. А, там, например, если брать, там, отношения с девушкой, там, и так далее, да, бывает, что я выхожу из себя, бывает, что, там, это... Особенно, вот, мои бывшие отношения, да, там, каждый день без драки не обходился, без разбивания всего, там, и так далее. Примерно такой был вечно на грани. А так, в целом, я спокойный, наверное, больше человек. Она была больше нападающей, так скажем. Вот. Но, естественно, там не было чего-то жесткого. Но я имею в виду, что, ну, постоянно были какие-то кипиши, постоянно там что-то летело там у меня. Ну, типа, весело было. Я, наверное, такой, изначально, вот я сам тоже притянул, наверное, такие отношения, потому что хотелось чего-то такого интересного. вот, я помню, в детстве, мне было 17 лет, я, по-моему, прямо так же, типа, говорил, вот, я говорю, мне нравится девушка, которая, типа, ну, которая, типа, покладистая, типа, скучная и так далее, ну, типа, скучная. А когда что-то там выносит мозг, когда что-то это, тогда мне это было интересно, я, наверное, притянул такие отношения, и мы постоянно что-то ругались, постоянно, ну, какие-то эмоции были. А потом я дико от этого устал, и, наверное, не знаю, может, состарился. Захотелось чего-то спокойствия, чтобы девушка там не мешала твоему развитию, не мешала твоей работе, там, докапывалась там какими-то лишними вопросами постоянно. И вот, опять-таки же, наверное, притянул те отношения, которые я хочу сейчас. На хейт я особо не реагирую. Ну, типа, я достаточно закалился там всеми хейтами, было очень много там заказов на меня, атаковали различными способами и так далее. И, опять-таки же, обычный хейт, который там пишет в комментариях, типа, ох, пидор, там, и так далее, ну, я всегда, я отношусь к критике адекватно к тем людям, кого я уважаю, да, чье, ну, слово имеет какой-то определенный вес, да, если человек там для меня успешнее меня, да, там, и так далее, если он мне говорит какую-то критику, я всегда прислушиваюсь. А если пишет критик какой-то 15-летний школьник, там, или, ну, просто люди, которые от зависти, от того, что они там не самореализовались, да, и так далее, пытаются всячески тебя там задеть, обидеть, там, и так далее, я максимально осознанно отношусь к этим вещам, и меня это как бы особо никак не трогает. Те хейтеры, которые пишут в комментариях, вот я говорю, опять-таки же, никогда в жизни я их не встречал, ну, вот кто придет и скажет, да, что-то там, ну, соответственно, зачем реагировать на... Это люди, которые просто хотят как-то за счет этого самоутвердиться, что вот я написал такую там Динату, да, или вот я там что-то сказал, или там что-то выкрикнул, не знаю. Я как-то не реагирую на это, но если там мало просмотров, там, и так далее, вот ты сказали, иногда, конечно, это, если какой-то там проект запускаешь, он не выстреливает, конечно, это очень сильно расстраивает. В первую очередь, я человек, который с каждым днем хочет становиться там сильнее, успешнее, да, и так далее. И если там что-то у меня не получается, конечно, бывают моменты, где я там сильно достаточно расстраиваюсь, но, опять-таки же, беру выводы, иду дальше. В моей жизни каждый год все лучше, лучше, лучше. Как минимум, я набираюсь больше знаний, больше опыта, становлюсь взрослее, умнее. И в целом, если говорить об общей картины, да, то, что карантин, там, коронавирус, там, и, там, кризис, который обрушился в этом году, он, конечно, повлиял, и, там, обрушил некие планы, обрушил, там, некие бизнес-проекты, там, и так далее. но, в целом, этот год сделал меня сильнее, успешнее, в какой-то степени. музыку я зашел только в этом году, по сути, вот, стал больше подстанироваться, как музыкант, и, в целом, все круто. Через 10 лет. Не знаю, что будет через 10 лет, на самом деле, учитывая нынешнюю ситуацию в нашем мире, сложно строить планы в такое время. Но, сейчас я думаю, что я буду продолжать заниматься тем же, чем я занимаюсь, там, бизнесами, да, различными, вот, медийно также развиваться активно, потому что, когда за тобой следят и смотрят, там, такое большое количество людей, да, в виде, там, нескольких миллионов или в десятках миллионов, и ты можешь как-то влиять на эту аудиторию, ты можешь делать что-то интересное. Ну, когда у тебя есть такая большая фан-база, это очень круто, и ты можешь зайти в любой проект, ты можешь запустить что-то интересное, и поэтому я, в первую очередь, как бы делал уклон на то, чтобы развиваться медийно больше, 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 больше. Вот, соответственно, и музыкой я начал заниматься за счет того, что это помогает медийно еще больше вырасти, да, окрепнуть и так далее. Но, естественно, не забывая про бизнес-проекты, занимаюсь всячески различными направлениями, вообще всеми, которыми только можно, за счет того, что, опять-таки же, вот за счет там блогерства, за счет музыки, появилось немного другое окружение, да, выхода на других людей, и каждый день мне поступают какие-то интересные предложения, и вот все в совокупности дает, как бы, рост, да, где-то ты, естественно, там, зарабатываешь, вкладываешь там музыку, там, в медийное развитие, а потом приходят там люди, и это компенсирует, и как-то вот, ну, все вот так нарастающе идет. Самое главное в жизни это развиваться, не стоять на месте. Каждый день стараться становиться лучше самого себя, и не стоять на месте, да. Новый год, скорее всего, буду сам Новый год в Москве, с друзьями. После Нового года, наверное, улечу куда-то в Типо, скорее всего, на Бали. Да что я могу пожелать? Наверное, поставить, был 2021, 2020 год был достаточно непростой. Это было для нас некой такой закалкой, мне кажется, неким опытом, что мы будем ценить больше там то, что если в 2021 наконец-то все нормализуется, да, более-менее, вот, будем ценить то, что имеем, и на 2021 год советую всем поставить какие-то большие цели, и пообещать, прежде всего, прежде всего, самому себе, что вы каждый день будете что-то делать для того, чтобы эти цели там осуществились. Вот выписать там некие там 3-5 целей, которые вас заряжают, которые вас мотивируют, и пообещать себе, что вы сделаете все для того, чтобы они реализовались. И желаю всем удачи в реализации ваших целей, мечт, и надеюсь, все то, что вы запланировали в 2021 году, у вас сбудется. Субтитры создавал DimaTorzok